Так, горит, пишем. Привет, меня зовут Артём, и я давно хотел записать этот ролик размышлений на тему «Как же на самом деле понять, чего я хочу от жизни?» Потому что лично моё сознание эта тема долго будоражит, особенно вот когда осень за окном, когда такое настроение накатывает апатичное, когда вроде бы могу что-то сделать, но не могу, а вроде бы и хочу что-то сделать, но почему-то не делаю, потому что смысла в этом не вижу. И я вот Света долго верил, что есть некая инструкция к жизни, алгоритм, согласно которому я могу прожить жизнь, найти своё предназначение и реализоваться. Есть такая фраза, я с ней полностью согласен, что ноги всех проблем растут из детства. Здесь выбор каждого. Не согласны? Напишите об этом в комментариях. Ключевой фактор, который нужно знать о детстве, ключевой тезис, что детство — это период, за который я учусь жить эту жизнь. Узнаю правила, учусь общаться с окружающими, коммуницировать, выражать свои эмоции. А во взрослом состоянии, соответственно, я уже использую всё то, чему научился в детстве, и полноценную живую жизнь. Мне всегда импонировали целеустремлённые люди, которые знают, чего они хотят в этой жизни. Они вот целеустремлённые, такие бодрые, энергичные, заряженные, всегда что-то двигаются, делают, и к ним хочется подойти и сказать, что, блин, ты молодец, ты красавчик. А в голове от меня всегда был вопрос, а как так он знает, вот чего он хочет от этой жизни? И когда я с ним общался, выяснялось, что вот этот образ деятельного человека и такой лайфстайл — это всего лишь следствие. А причина как раз-таки лежит в том самом детстве, в той самой модели, где они учились жить эту жизнь. Сейчас постараюсь рассказать немного про модели жизни и причины следственной связи. Для этого нужно будет перейти на доску. Представим, что есть чулан, и на нём висит вывеска «Детство». Залезаем и видим не старые вещи, а воспоминания, факты. Например, в 4 года в детском саду пел песни в тихий час. Преподаватель отругал при группе и поставил в туалет на кафель босиком. Был неприятно, обидно, даже унизительно, и чувствовал себя беспомощным. Следующий факт. В 5 лет хотел помочь деду. Дед сказал «Не мешай, всё равно ничего не получится». Было неприятно. Чувствовал себя каким-то неправильным, не таким, каким-то плохим. Следующий факт. В 6 лет читал букварь. Когда читал неправильно, отец приходил, ругался и сидел со мной. А когда читал правильно, отец ничего не говорил. Как будто так и должно быть. Было тоже неприятно, больно и чувствовал себя поодиноким и недооценённым, что ли. Набор, если честно, такой себя. Беспомощность, неоценённость, да и вообще я какой-то неправильный, не такой. Все вокруг нормальные, а я словно бракованный, и меня никто не понимает. Если вы ждёте и не понимаете, где ответ на ключевой вопрос, то подождите, он скоро будет. Вообще, в наше время, для того, чтобы узнать какую-то информацию, можно просто загуглить. И там будет куча статей, видео и всяких вот Тони Робинсов, которые будут вам орать, что «Хе-хей, давай ты сможешь, ставь цели, масштабируйся, выкидывай своё токсичное окружение, меняйся и всё, у тебя, парень, получится». И в этот момент я такой «Да, точно, круто, пойду полежу, подумаю о чём-нибудь, о смысле жизни и там чё-нибудь само произойдёт». А если посмотреть на эту ситуацию из имеющегося опыта и текущих убеждений, то получится примерно следующее. Мысли о том, чтобы сменить окружение, нет и не будет, потому что я чувствую себя странным. Если меня тут не понимают, то и в новом окружении точно не поймут. Делать что-то новое, а вдруг не получится, я снова буду чувствовать себя беспомощным. Ну, это же неприятно. Ставить цели, а если получится, я достигну их, так я стану одиноким и никто не оценит мои старания. Буду чувствовать себя недооценённым, и это тоже неприятно. Тут круг замыкается, и я снова возвращаюсь в состоянии, когда могу, но не могу, хочу, но не делаю. И на самом деле мне выгодно не знать, чего я хочу от жизни и страдать, потому что на это есть две очень веские причины. Во-первых, я вроде как нахожусь в безопасности от негативных чувств. И вторая, страдая, я получаю внимание окружающих, они подходят и жалеют меня. При этом я намеренно буду не знать, чего я хочу от жизни, потому что я так научился в детстве. Это моя модель выживания. И тут возникает самый интересный вопрос, что делать-то? И что самое печальное, однозначного ответа, чтобы прям вот бери и делай, не будет, потому что у каждого свой путь и у каждого своё восприятие реальности. И кому-то поможет прохождение магических марафонов. Кому-то поможет решить ситуацию прочесть 20 книг, где прям будут инструкции, которые применить и сделать. Если говорить там про свой опыт, мне помогла смена 6 специалистов и больше 100 часов терапии. Но есть популярные способы, которые помогут процентам 90 людей для того, чтобы решить этот вопрос. Первый и самый простой путь это пойти в духовные практики и прочую магию. Эзотерика и религия, на мой взгляд, делают очень крутую штуку. Они дают простые ответы на вопросы, которые наука объясняет очень сложным и зачастую непонятным языком. Поэтому сделать расклад, заказать натальную карту и узнать смысл жизни, по мнению звёзд или небожителей, это самый простой путь. Второй путь средней сложности это заниматься саморазвитием и образованием. Это читать книги, смотреть видео, вырабатывать новые навыки, как по новой жить эту жизнь. Это в разы сложнее, потому что срок выработки новых привычек в поведении не 21 день, а порядка 90 дней. И здесь без дисциплины будет, ну, довольно-таки тяжко. Третий и самый сложный путь, на мой взгляд, это пойти в терапию и работать со специалистом. Сложность заключается в том, что нужно будет открываться, доверять человеку, заново проживать эмоции, слёзы, слюни и вот всё вот это вот. И самое главное, нужно будет постигнуть очень сложное искусство, быть самим собой, как сказал классик. Не испытывая при этом стыда, вины или смущения. И это не тяжело, это больно, это морально больно. В завершение хочу напомнить, что моё мнение, оно не претендует на абсолютную истину. И если вы согласны, напишите комментарий или поставьте лайк. Не согласны? Ставьте дизлайк, отписывайтесь. Да и вообще, Ютубу в целом всё равно, что вы делаете алгоритмом Ютуба. Главное, чтобы была какая-то активность на канале, который два года стоял и пустовал. Поэтому в любом случае, спасибо вам за просмотр. Подпишитесь, поддержите и до новых встреч. Пока!